Что такое бета-аланин? Это новая добавка, набирающая популярность. Бета-аланин является естественной бета-аминокислотой. Большинство других аминокислот обладают формой альфа. И это объясняет, почему она не принимает участие в синтезе главных белков или ферментов. Однако, бета-аланин влияет на синтез карнозина. Уровень карнозина непосредственно зависит от количества доступного бета-аланина. Поэтому добавка с бета-аланином вызывает значительное увеличение внутримышечной концентрации карнозина. В соответствии с этим, зависимость увеличения запасов внутримышечного карнозина от употребления бета-аланина можно сравнить с тем, как прием креатина увеличивает уровень креатинофосфата. Откуда берется бета-аланин? Карнозин является депептидом, связью двух аминокислот, состоящим из бета-аланина и аминокислоты гистидин. Свободный бета-аланин в организме обычно появляется из-за расщепления карнозина. Большое его количество находится в скелетных мышцах. Поэтому мясо, такое как курятина, говядина, свинина и рыба, являются богатыми пищевыми источниками бета-аланина и карнозина. Важно отметить, что добавка одного только бета-аланина без карнозина не вызывает повышения работоспособности. Безопасность бета-аланина. Относительно добавки бета-аланина имеется два важных для рассмотрения момента. Чтобы сформировать карнозин, бета-аланину требуется высвобождение гистидина. В связи с этим возможно возникновение мурашек по коже, паристензия. Так как гистамины высвобождаются при аллергических реакциях, то ощущения похожи. Но они исчезают через 5-15 минут. Это нормально, в отличие от второй проблемы. Бета-аланин и второстепенная аминокислота таурин соперничают с рецепторами за право транспортировки. Это является клинически важным, так как данный рецептор находится в мозге, сердце и скелетных мышцах. У животных непропорциональный относительно таурина прием бета-аланина вызвал ослабление усвоения таурина. Такая же картина была установлена и у людей, где в ответ на прием бета-аланина увеличился уровень таурина в плазме. Однако выведение таурина с уриной не увеличилось. Возможно, для спортсменов, получающих большое количество протеина с пищей, это не будет являться проблемой. Но для всех остальных добавочный прием таурина вместе с бета-аланином крайне необходим. Эффективность бета-аланина. В одиночку гистидин является относительно слабым буфером. Сопротивляются изменениям PH. Однако в составе с бета-аланином он становится намного эффективнее. Это является предпосылкой для включения бета-аланина в рацион бодибилдера. Если вы можете уменьшить аккумуляцию ионов водорода, кислотность в работающих мышцах, то сможете дольше тренироваться. То есть, отодвините момент утомления. И это именно то, что было преддемонстрировано экспериментами. Дозировка бета-аланина для буферных эффектов от 3 до 6 грамм в день приблизительно за час до тренировки. Рекомендуется начинать с небольших доз, чтобы минимизировать эффект мурашек. Исследования показали, что он практически исчезает при 1 граммовых дозах. Поэтому распределение дневной дозы бета-аланина на несколько частей также решит проблему. Для исключения эффекта мурашек. Максимальную дозу ученые рекомендуют в 10 мг на 1 кг веса тела. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok